как вы думаете какие сейчас наиболее распространенные мотивации в обществе материальной ценности до получения наслаждения то есть какие материальные ценности дом машина квартира съездить на какую-то курорт там да или на пляж куда-нибудь на гавайи почему я начал говорить о карме о реинкарнации для того чтобы прийти на йогу нужно в своих прошлых жизнях уже пройти некий опыт то есть опыт получения материальных благ опыт получения страстей и только в этом случае человек поймет на интуитивном уровне что это не тот путь который ведет к духовному развитию только в этом случае если этого опыта нету то человек придя на йогу он может конечно прийти случае если допустим есть какая-то негативная карма с учителем например йоги или занимающимся каким-то он может попасть на практику но долго на ней не задержится то есть долго практиковать не будет потому что он не будет понимать для чего это нужно ведь на адекватной йоги как правило даются сложные упражнения то есть даются какие-то трудности аскезы и это та самая скеза для человека который привык удовлетворять свои страсти он не сможет испытывать это скезу он просто один максимум два раза придет на практику и поймешься ну зачем мне эта фигня зачем нужно заниматься этой ерундой когда я могу пойти развлекаться там в клуб ночной например в этой связи как раз тот факт что вы сейчас находитесь здесь и тот факт что у вас есть интерес к занятиям йогой к постижению каких-то духовной ценности говорит о том что в прошлых жизнях безусловно вы накопили тот или иной опыт который позволяет вам сейчас понимать что нужно духовно развиваться что нужно менять себя сейчас очень хорошая тенденция в обществе намечается такой есть такое мнение что сейчас переходный период скале юге в сайте югу сайте юга это святая пора именно сейчас это очень ярко проявляется люди все больше и больше начинают интересоваться духовным развитием наверняка вы сталкивались то есть друзья возможно начинают интересоваться или вы приходите на йогу видите что большое количество людей занимается тем же самым то есть интересуется какими-то духовными вещами все больше и больше людей понимает что тот путь деградации который сейчас есть в обществе ведет именно к вырождению и к угасанию нашего с вами этноса любая какая бы ни была школа допустим югическая в любом случае будут администраторы которые будут какой-то бенефициарами скажем выступать в этой школе будут люди которые искренне хотят помочь в этой школе будут люди которые фанатично следует каким-то догмам а будут люди которые здравомысляще подходят к тем или иным практикам к каким-то вещам которые даются и в этой связи они будут развиваться поэтому наживаются на этом кто-то или нет я не думаю что это как-то критично то есть это в принципе нормально то есть нормальная ситуация потому что если бы их не было вот этих администраторов например было бы гораздо меньше йога студии скажем если бы это не приносило прибыли гораздо меньше людей бы занималась сейчас йогой есть такие слова очень хорошие уж анти девы невероятно трудно получить драгоценное рождение средства достижения высшей цели человека и если я эту возможность не буду использовать то когда же мне еще удастся получить такой шанс слышали когда-нибудь такое высказывание есть такое мнение что для того чтобы родиться в этом мире нужно простоять просто в огромной очереди очень много желающих на воплощение в этом мире для чего для того чтобы получить духовный какой-то опыт для того чтобы развиваться духовно есть такая фишка что на самом деле в этот мир мы приходим не по какой-то чужой воле а именно потому что мы сами этого хотели